ваше преосвященство досточтимые отцы уважаемые братья и сестры сегодня будем беседовать о известном человеке христианине священнослужители старцы обаце алексеемичеве который родился 17 марта 1859 года родился этот человек в благочестивой христианской семье его отец алексей иванович был сначала певчим а впоследствии регентом метрополитического хора чудова монастыря он окончил духовную семинарию и по окончании семинарий нес такое послушание вообще с церковным пением был связан с измальства с детства естественно и сыну своему преподавал он должное христианское воспитание как человек глубокой и горячей веры надо отдельно сказать и отметить что семья будущего старца отца алексия находилась под покровительством митрополита филарета я если не ошибаюсь что правильно сказать что это был митрополит филарет дроздов связь была очень простая отец был регентом метрополитического как мы уже сказали хора чудова монастыря и жили они возле метрополитического подворья в квартире которую предоставили ему как регенту вокруг жили певчи этого хора мать будущего старца александра дмитриевна была также человеком очень глубокой веры она воспитывала сына богобоязненным очень требовательным к себе она тоже была довольно строга но в первую очередь роды будущего старца были очень тяжелыми мать практически умирала а мы прекрасно понимаем что сейчас если происходит такая ситуация то остается только уповать на бога и надеяться на профессионализм врачей а в то время медицина была на своем уровне и папе отца алексея ничего не оставалось как только направиться молиться отправиться молиться к богу богу и он отправился в алексеевский монастырь алексеевский монастырь краткая справочка он был основан в 1358 году митрополитом алексеем киевским и всея руси монастырь носил имя алексеевский в честь алексея человека божия также его называли зачатиевский монастырь потому что один из пределов был освящен честь зачатия праведной анны праведной анной этот храм он после пожара был перенесен на новое место а впоследствии на этом месте планировалось воздвинуть храм христа спасителя и поэтому алексеевский монастырь был вновь перенесен в 1837 году так вот когда папа отца алексея пришел молиться в этот монастырь он встретил митрополита филарета который собирался совершать божественную литургию владыка увидел своего регента в очень сметенном состоянии духа расстроенным и конечно же спросил в чем дело что случилось алексей ему поведал что жена моя сейчас находится в родах очень тяжелых и она умирает владыка осенил с тебя крестным знаменем и сказал господь милостив давай вместе помолимся папа от алексея молился искренне истово за божественной литургией по окончании которой владыка филарет подарил ему богослужебную просфору и сказал такие как оказалось пророческие слова когда родится сын назовешь алексеем в честь совершаемого сегодня богослужения в честь алексея человека божия отец направился домой к своему семейству и его встретили радостной вестью что жена его жива здорово родила мальчика благословение митрополита было исполнено и мальчика нарекли алексеем чтобы более подробно поговорить о маме отца алексея хочется сказать о том что отец алексей часто вспоминал самоотверженный поступок своей мамы которая свою овдовевшую сестру пригласила с ее тремя детьми жить к ним домой поскольку у нее было очень тяжелое бедственное положение жили они очень маленьком доме и чтобы детей разместить пришлось сколотить палате они спали на палатях под потолком ну таким образом зато все могли уместиться сам будущий старец алексей был когда мальчиком он был очень кротким очень спокойным уравновешенным с мягким покладистым характером но вместе с тем иногда во время игр общения с детьми он мог резко перемениться стать очень серьезным и строгим иногда мог убежать во время игры закрыться в комнате так сказать затвориться внутри себя за это его в окружении по-доброму называли блаженный алешенька свое образование начальное духовное отец алексей получил за иконоспасском духовном училище которое находилось вместе с московской духовной академии в за иконоспасском монастыре ему было характерно спокойствие кротости поэтому в учебе он был очень прилежным и получил очень хорошее образование базовое мощное такое которое впоследствии очень сильно помогло ему его пастырской деятельности после училища естественно духовная семинария при этом иногда приходилось учить уроки ночью потому как днем не было возможности или мешали или нагружали послушаниями и вот он вставал и ночью совершал свое ученическое послушание после окончания семинария отец алексий хотел получить медицинское образование но этому воспрепятствовала мать она категорически была против и хотела чтобы сын стал священником для того чтобы он мог молиться за весь свой род отец алексий проявил послушание матери смирение он уступил ей и впоследствии говорил что искренне был ей благодарен за то что она на этом настояла он никогда не пожалел о сделанном выборе после окончания семинария он был назначен псаломщиком 14 октября 1880 года назначен он был в церковь знамения которая находилась на знаменке эта церковь сейчас числится скажем так потерянной потому что в 1929 году ее закрыли а в 1931 году ее разрушили и на ее месте воздвигли не воздвигли не очень хорошее слово устроили парковку для автомобилей министерства обороны вот такая вот у нее плачевная судьба и вот здесь когда отец алексий начал свое псаломническое служение господь призвал его к смирению потому что здесь был очень крутого нрава настоятель очень требовательный очень придирчивый он благословил алексею нести не только послушание псаломщика но и топить печи звонить к службе на воде приводить в порядок храм совершать уборку алексей смирялся терпел но это не изменило отношение настоятеля к нему и по свидетельству очевидцев он был с ним очень грубым бил его и даже замахивался кочергой в очень тяжелых условиях проходило послушание алексей даже плакал об этом свидетельствует его брат который навещал его видел его часто в слезах он плакал но терпел а что интересно впоследствии он был благодарен богу за эти уроки которые господь через этого настоятеля ему преподал и называл его своим учителем своего первого настоятеля христианская любовь отца алексия и как он сам говорил детская вера проявились впоследствии в том что он когда узнал о смерти своего первого настоятеля сам он уже был в священном сане он принял активное участие в отпевании и в погребении проводил его в последний путь временной жизни до самой могилы и свидетели говорят что даже плакал то есть абсолютное прощение не помнил он обид не имел никакой злобы искренне молился о человеке и имел слезы потому что ему было жалко что этот человек окончил свой земной путь а также он за него переживал что он направляется душа к богу и какая участь ее ждет в 1884 году отец алексей вступает в брак с анной петровной молчановой это была известная девушка благочестивая христианка и ней сватались очень многие известные того времени молодые люди но она всем отказала а алексия полюбила сразу с первого взгляда и он тоже имел к ней искреннюю любовь христианскую поэтому брак их был в любви единомыслие уважение и согласие отец алексей он сам потом об этом говорил всегда к своей жене прислушивался он говорил так я уверен что со стороны видней в каком нахожусь в положении как мне следует поступить особенно если она критиковала его мягко кротко он никогда не пропускал эту критику мимо всегда старался быть внимательным словам своей супруги но господь поставил испытания она очень сильно болела на протяжении всей своей жизни у нее была болезнь сердца и ее состояние здоровья было очень важной заботой отца алексея он всегда молился о ней переживал но так они прожили всю жизнь она всю жизнь имела этот недуг 18 ноября 1884 года алексей был рукоположен в сан дьякона его хиротонисал епископ мажайский мисаил и после того как он был рукоположен в сан дьякона он его перевели в храм великомученика георгия на лубянке служить в алтаре в дьяконском звании отец алексий стал ревностно горячо искренне истово но вместе с тем внешне он сохранял простоту смирение кроты причем это были не показные смирение кротость а исходящие сердце это было ему близко он такой был настоящий искренний человек первые четыре года совместной жизни в браке супруга у них не было детей но потом господь послал и родились сначала дочери александра 1888 году и она в 1890 затем третий ребенок сын которого также назвали алексей родился в 1891 году но умер возрасте десяти месяцев случилось это следующим образом чтобы поддерживать свое здоровье супруга с детьми супруга отца алексея уезжала в деревню на лето и вот в доме в котором они жили случился пожар всех из пожара спасли и маленького ребенка тоже но в суматохе его положили на землю он простудился и умер господь призвал его возрасте 10 дней потом господь послал еще одного ребенка второго сына четвертый это был ребенок в 1892 году назвали его сергей поскольку здоровье супруги как мы уже сказали было очень слабое и с каждым годом становилось все хуже ребенок был недоношенный едва выжил но господь сохранил его и таким образом всего было четверо детей но вот один в 10-месячном возрасте умер в этом же году когда родился сын сергий в 1892 году отец алексей был рукоположен в освященнике рукополагал его в заиконоспасском монастыре епископ не стармитании и после хиротонии отец алексей был назначен настоятелем одноштатной церкви святителя николая в пленниках на улице моросей храм был маленький община была тоже маленькая а вокруг были большие храмы со сложившимися многочисленными общинами отец алексей со своей семьей жил в доме при храме дом был очень ужасном состоянии маленький полу сгнивший сырой потому что когда шли дожди с рек стекала вода и в подвал дома и частично затапливала храм и вокруг стояли большие двухэтажные дома которые его полностью затеняли и окна закрывали сразу как только отец алексей стал настоятелем он вел ежедневное богослужение для справки следует сказать что в прочих храмах москвы богослужение совершалось два три раза в неделю отец алексей благословил в своем храме совершать богослужение каждый день при этом он следовал общей традиции утрення часы совершались с утра и по окончании утренний часов совершалась литургия поэтому отец алексей приходил в храм к пяти часам утра сам его открывал приготавливал все необходимое для богослужения и когда совершал утренню нередко сам пел и читал проскомидию совершал и потом уже начиналась божественная литургия но впоследствии отец алексей отошел от такого от такой традиции и перенес совершение утренней на вечер при этом он совершал каждый день все ночное бдение для чего отец алексей сам говорил мне хотелось дать москве один храмик где каждый верующий именинник при желании мог бы услышать в день своего ангела величание своему святому то есть он совершал все ночное бдение с леем и пел величание и также каждый день совершал панихиду и поминал всех кого пожелали люди подавали записки и вот отец алексей писал восемь лет служил я литургию каждый день при пустом храме и один протеерей даже говорил мне как не пройду мимо твоего храма все у тебя звонят заходил церковь пусто ничего у тебя не выйдет понапрасну звонишь но отец алексей этим не смущался и продолжал служить это вот отец алексей со своей женой и детьми причем надо отметить что по действовавшему тогда обычаю москвичи раз в год довели великим постом как правило потом приступали таинству исповеди и причастие единожды а вот храме и святителя николая в клиниках на улице моросейки можно было в любой день приступить к таинству исповеди и причастие и со временем всей москве это стало известно в этот период служения родилась его младшая дочь ольга в 1896 году поскольку не было прихожан и восемь лет он служил как мы уже видели один естественно средств существованию крайне было мало не хватало жизнь была бедная и убогая но отец алексей умел сострадать людям настолько что даже его бедственное положение иногда он вменял ни во что то есть был такой случай когда пригласили под рождество христова его причастить одну женщину отец алексей еле-еле нашел какую-то каморку на чердаке где в темноте в ужасных условиях на кровати лежала больная женщина вокруг ползали полуодетые полуголодные дети он так впечатлился их нищетой ужаснулся что он отдал им все деньги которые были у него припасены к празднику рождества христов потом вернулся домой домашние начали просить денег чтобы приготовиться к празднику он сказал им подождать я сам пошел молиться молился долго домашние опять пришли что нужны деньги надо совершать покупки он опять попросил их подождать и потом пришли люди постучали в дверь и принесли пакет с деньгами кто-то передал и попросил помолиться о своих сродниках отец алексей был и удивлен и обрадован такой милостью божией любовью божьей но здесь конечно восхищает его поведение его поступок хотя его терзали мысли он очень долго думал и во время молитвы а правильно ли я поступил может быть не стоило мне в нашем бедственном положении отдавать деньги но господь сразу указал ему что он поступил абсолютно правильно вместе со служением храме отец алексий вел работу в обществе народного чтения и посещал постоянно тюрьмы и вот лишь только на девятый год служения народ пошел храм где был настоятелем отец алексий причем здесь следует обратить внимание что мы говорим о синодальном периоде для которого было характерно приступать как мы уже говорили к таинственном исповеди причастие одиннажды в году но отец алексий он призывал приступать гораздо чаще и все для этого необходимое сделать потом появились конечно же в его общении люди так скажем опустившиеся пьющие потерявший человеческий облик скитающиеся и обездолены но и к таким людям отец алексей относился искренне с христианской любовью и вот есть такой случай когда к нему пришел некий человек который сказал что я горький пьяница я не помню себя трезвым моя душа пропала помоги мне очень если можешь и вот алексей он его обнял и с любовью и немножко даже с юмором с усмешкой сказал а не пора ли нам с тобой прекратить пить вино то есть нам с тобой он себя не отделял от этого человека звали этого мужчину василий он послужил молебен вместе с этим человеком дал ему просфору благословил его и через некоторое время в храм зашел прилично одетый трезвый человек это был василий который после встречи с отцом алексием после молитвы совместной прекратил пить и жизнь его стала налаживаться он начал работать трудиться вернулся нормальному человеческому образу жизни храм наполнился людьми и конечно финансовое положение и храма и прихода и семья отца алексия улучшилась но слабое здоровье жены ухудшилось от восьми лет жизни в нищете бедности она слабела угасала и под конец жизни она настолько сильно мучилась от своей болезни у нее была постоянная дышка отекала все тело что она попросила мужа перестать ее вымаливать хотя он молился о ней постоянно как мы уже с вами говорили это была его боль всей его жизни и умерла она 29 августа 1902 года в день всекновения главы и она притечи безусловно смерть ее потрясла отца алексей он сам об этом писал очень горько плакал и даже во время отпевания когда говорил прощальное слово слезы лились по его щекам и даже со временем боль утраты не утихла ибо отец алексей говорил что он потерял не просто супругу он потерял друга спутницу жизни и он себя почувствовал осиротевшим от горя отец алексей затворился не хотел никому выходить и вот что он писал господь посещает наше сердце скорбями чтобы раскрыть нам сердца других людей так было в моей жизни случилось у меня большое горе лишился я подруги жизни после многих счастливых лет совместной жизни господь взял ее и для меня померк весь свет заперся я у себя в комнате не хотел выходить к людям изливал свою скорбь перед господем и здесь господь промышляя о каждом человеке не оставляет своего верного раба без помощи и у отца алексия состоялась встреча с отцом иоанном кронштадтским который прибыл в это время в москву причем ее организовали добрые люди у которых останавливался отец иоанн кронштадтский которые помогали ему в делах благотворительности и встреча это состоялась и когда отец иоанн пришел к отцу алексию отец алексий спрашивает у него вы пришли разделить со мной мое горе не горе твое пришел разделить а радость тебя посещает господь оставь свою келью и выйди к людям только отныне и начнешь ты жить ты жалуешься на свои скорби и думаешь нет на свете горя больше твоего а ты будь с народом войди в чужое горе возьми его на себя и тогда увидишь что твое несчастье мало незначительно в сравнении с общим горем и легче тебе станет отец алексий и отец иоанн кронштадтский вместе совершили богослужение и благодать которая почивала на кронштадтском пастыре она конечно озарила ум сердце душу отца алексия и он после богослужения общения социуманом конечно нашел в себе силы чтобы изменить немышление и образ жизни но что меня очень сильно удивило и поразило отец иоанн посоветовал отцу алексею когда они беседовали обратиться к молитве он ему сказал обратите внимание на молитву она облегчит вашу жизненные скорби и даст много утешения другим то есть когда читаем житие отца алексия то мы видим что это и так был человек который очень ревностно относился к молитвам много молился старался но отец иоанн кронштадтский говорит ему усугубить свою молитву и вот после этого отец алексии говорил послушался я слов отца иоанна и люди передо мной стали другими увидел я скорби в их сердцах и потянулась к ним мое собственное скорбное сердце в их горе потонуло мое личное горе захотелось мне снова жить чтобы утешать их согревать их любить их с этой минуты я стал иным человеком я воистину ожил в начале я думал что делаю что-то многое и уже сделал но после того как пришлось увидеться с отцом иоанном кронштадтским я почувствовал что ничего еще не сделал мы все знаем что отец иоанн кронштадтский очень много внимания уделял духовному образованию сам преподавал оставил великолепное наследие поскольку человек был образованный и отец алексии не был чужд преподавательской деятельности он занялся ею в гимназии которая удивительно в то время считалась протестантской но поскольку там было много учениц православных было принято решение пригласить православного священника и посовещавшись выбрали отца алексия и преподавал он конечно же для учениц этой женской гимназии закон божий а в то время закон божий был очень важный предмет и если ты не преуспел в изучении этого предмета то можно было могли тебя и очистить самое интересное что отец алексий он преподавал его свидетельство о своей живой вере все его слова исходили из сердца а вообще в то время надо было предоставлять справки ученицам о том что они приступили к таинству исповеди таинство причастия и когда им пред преподавали очень сухо закон божий заставляли заучивать текст из катехизиса или из молитвослова из священного писания то все это воспитывало формальное отношение к вере церкви и богу и вот отец алексий все это видел и в свойственность манере своей он преподавал не столько закон божий сколько горящую веру любовь к богу и к церкви при этом он проводил экскурсии по храму где он мог общаться уже скажем так в неформальной в не в классно не в классной обстановке со своими воспитанницами при этом известно несколько случаев когда он проявлял пастырскую заботу и любовь он не был для них учителем наставником знаний он был и для них именно пастырем и священником одна воспитанница захотела свести счеты жизнью и выпила на шартырный спирт когда отец алексей об этом узнал она была в больнице он пришел к ней очень долго с ней беседовал наставлял назидал молился они увещевал чтобы она отошла от этого искушения и не поддавалась ему впоследствии с ней все было хорошо или например был случай когда одна преподавательница она состояла в секте и начала учение этой секты преподавать воспитанницам и некоторые увлеклись ее речами так вот отец алексей узнал где они живут договорился с родителями посещал этих воспитанниц беседовал с ними назидал их поддерживал и впоследствии все вернулись в лоно православной церкви такое же точное отношение у него было и преподавателем с которыми вместе трудился то есть он всегда старался быть добрым пастырем следовать примеру христа и в жизни у него это очень хорошо получилось с помощью божьей и мы знаем что впоследствии он действительно просеял как старец ну мне кажется что на этом можно остановить дорогой детстве митрии благодарим за интересный рассказ о чудном пастыре у которого действительно можно многому поучиться мы здесь видим как господь вел его такой святой жизни к тому чтобы перед ним раскрыли сердца людей видим сначала самом бедности вырос затем взял супругу которая действительно была подругой жизни но немощная то есть все время из-за нее привал в молитве отец алексей и затем переломный момент его горе и видимо здесь господь призвал его уже к небесному служению так знаете все земное отошло на второй план и он любя свою супругу и молясь они уже упокоение на все остальное смотрел с точки зрения вечности и всем людям желая спасения горя любовью к богу им при приучал их всех людей тоже любви к богу поэтому я надеюсь продолжение будет и мы все послушаем еще уже о служении в новом качестве качестве старца святого человека благодарим отец димитрия за все господи владыка я вернулся то меня интернет доме на компьютере вышибло через телефон зашел спасибо отцов благодарю вас спасибо благословите спасибо господи владыка спасибо господи